здравствуйте здравствуйте день что курю да ничего страшного почему но вы что же взрослый вы же не в общественном месте вы отвернуться первый раз я встречаю человека который прям так стеснительно относится курению ну подумаешь курить и курить воспитание такое а где вы живете где вас так москве я так и подумал я тоже живу в москве но воспитали меня не москве но я меня тоже воспитали не фаски как то так получается вы знаете я узнал такую сегодня новость извините за тавтологию что 22 процента россиян хотят уехать из россии страшное слово навсегда не выпустят не то что не выпустят да причем а куда они поедут это все на словах люди многом любят говорить но никто ничего не так уехала вы знаете какое количество людей уехала там за последние пару десятков лет 10 целых шесть десятых миллиона почти 11 миллионов представляешь что это хорошо вот они уехали что они там они к там как беженцы как-то разные люди уехали уехали в том числе ученые какие-то культурные деятели деятели культуры точнее я с россией не собираюсь у меня все устраивает как вы думаете почему все-таки люди уезжают в таких масштабах не буду себя умного кого-то корчить я не могу на это как правильно ответить у каждого свое каждому своим находит что-то говорят что перспектив нет зарплаты низкие свободы мало каждый человек зарабатывает столько сколько у него в голове стоит предел нет можно зарабатывать хоть в африке деньги если у тебя мозг настроен ты знаешь как это правило это мое мнение то есть а как расширить эти пределы я вот всю жизнь пытаюсь пытаюсь у меня не получается не знаю надо ставить себе цель ту которую ты считаешь просто невозможным поставил в свое время такую цель заработать себе на квартиру в москве и не заработал почти за 20 лет представляете так это из ну 20 лет прошло хорошо но если не бросать это в любом случае это когда-то случится но допустим сейчас 41 год если еще 20 лет так вот верить да то мне будет 60 и все и может надо поменять что-то не так делаете со всех сторон подойти попробовать пытался уже но вот мне кажется надо что-то в стране поменять в законодательстве например в экономике это в любой стране так это мы здесь живем думаем что за границей допустим просто возьмем все говорят про америку в америке все хорошо но кто здесь живет он не знает как там люди живут да там них законы такие такие у них же тоже свои есть моменты минусы большие минусы причем которые здесь намного лучше здесь налог меньше покрали пока что чем во всех странах мира насколько я такой подоходный вы имеете виду а другие налоги например усмотрите в тех же сша там прозрачная система налогообложения у нас скрытые налоги то есть вы покупаете какой-то продукт или товар или услугу а в ее стоимость заложены заложено просто огромное количество налогов есть процентов 70 наверное плюс еще накрутки ритейла слушайте смотрите кому то что вот кому не нравится он берет уезжает поменять в этой стране я не знаю может это дай бог когда-то что-то поменяется что-то станет лучше но когда это станет и допустим даже если говорить про президента я к путину нормально отношусь я никакой там вообще просто я к политике никак не отношусь но к нему я нормально отношусь потому что он смог страну вывести из кризиса как ни крути все что есть благодаря ему может подожди какой же какой же это вывод из кризиса если страну покидают мозги люди уезжают потому что они здесь себя не могут реализовать какой же это вы выход из кризиса хорошо хорошо допустим а если бы не он что-то думать так легко было страну вывести после 90-х годов то есть вы думаете нужно обладать какими-то особо особыми профессиональными навыками и талантами чтобы сделать так чтобы из твоей страны 11 миллионов человек уехала не оборот и чтобы экономика опустилась ниже табуретки я про это не говорю еще раз я в политике вообще не силен я ну понятно а вот это в жизни же вы сильны вы же видите что вокруг происходит вижу сколько приезжих здесь сколько у нас гастарбайтеров на что некому работать в стране почему хорошо вы знаете как если сейчас гастарбайтеры вот все уедут допустим дворники работать не пойдут за 10-15 тысяч рублей в месяц да не пойду конечно но а кто пошел бы за 10-15 тысяч рублей в месяц даже за 20000 какой нормальный человек не имея своего собственного жилья вот вы допустим живете в москве среди ваших знакомых есть те кто пошли бы за 25 или даже 30 тысяч работать дворниками вряд ли а вот слава богу нет вот именно что слава богу нет поэтому люди не идут и за низ и не за низких зарплат это уже вопросы вы задавали себе вот допустим вопрос почему у нас так много гастарбайтеров потому что потому что никто не хочет работать они работают за эти деньги правильно то есть их заводит сюда как дешевую рабочую силу до рабочей силы так это же специальная правительственная программа тут не люди виноваты которые не идут работать и кстати не веню ни в коем случае людей я никого не веню я не могу кого-то винить кого-то оправдывать вот знаете мне полить в лично моя политика не нравится найди себе что-то лучше вот но я такой может это неправильно как для кого-то будет звучать 0 для вас как-то это эгоистично не нравится это знаете я вам так скажу это неправильно с точки зрения перспектив я вам сейчас объясню почему потому что вот именно по той причине что вот я ему не объяснила я сейчас вам объясню друзьям я пришел к такому вот умозаключению я его сформулировал хотел сейчас вот этому молодому человеку его озвучить но он слился по причине того что они говорят не нравится ищи другую работу не нравится уезжай из страны их некому лечить их некому учить ими некому управлять у нас кризис во всех абсолютно сферах и областях по той причине что люди уходят из профессии они не хотят не врачами работать не преподавателями не изобретателями потому что нет у нас науки нет у нас производства и так далее вот он сидит вот более-менее устроенный пристроенный в жизни и рассуждает о том что не нравится уезжай то есть в стране полнейший кризис и деградация вообще всей экономики и он говорит не нравится тебе этот кризис эта экономика уезжай и хочется им пожелать чтобы действительно они соприкоснулись с этой реальностью когда тебя никто не вылечит даже с твоими деньгами потому что врачей в стране нормальных нет а страна закрытая и ты не уедешь никуда чтобы там тебя лечили или твоих денег не хватит чтобы вылечиться в какой-то европейской стране потому что там нужна либо страховка либо соответствующие доходы тебя здесь никто не будет защищать если ты попадешь в неприятную ситуацию потому что полиция будет работать только в интересах своих и тех у кого есть деньги и связи они не понимают этого они пока не столкнуться с реальностью лицом к лицу пока конкретно в какую-то ситуацию не попадут они не понимают ничего им стоит пожелать только того чтобы они столкнулись с этой реальностью жесть как по методичке как будто будут говоришь с одним человеком не нравится уезжай то есть у какой тут может быть день россии какой тут может быть патриотизм для меня страна вот в в нормальном понимании это мой народ которому не наплевать на меня до правительство которое работает в интересах страны и в моих интересах в том числе это правительство просто работает в своих интересах и общество он у нас нет нет у нас общество я иду по улицам москвы я понимаю что всем в этом городе на меня наплевать всем абсолютно и скорая не приедет вовремя и лечить никто не будет и защищать никто не будет я много раз сталкивался с проблемами когда попадал в ситуации когда мне нужна была помощь правоохранительных органов и они мне не помогали да они сливаются потому что им сказать нечего ну мне есть что сказать наступит момент когда вы придете куда-нибудь в какой-нибудь гос учреждения и будете искать помощи а вам ее не окажут только вот в тот момент хочется чтобы вам сказали но вы же сами говорили компетентным людям не нравится зарплата не хватает вам на жизнь уезжайте ну вот они взяли и уехали а